Пациенты Запорожского военного госпиталя также смогли прочувствовать праздник крещения. В холодную реку, правда, не окунались, но святой водой их окропили во время церковной службы. Ее в актовом зале медучреждения провел запорожский священник. В этот же день воины принимали гостей, проведать их пришли волонтеры, библиотекари и самообороновцы. Роман Киселес-Черновцов в Запорожском военном госпитале уже 4 дня. В зоне АТО был дважды, служил в разных бригадах и разных частях Донбасса. За это короткое время, что находится на лечении, успел заметить, запорожцы воинов без внимания не оставляют. В праздник крещения жалеет, что не смог традиционно окунуться в холодную воду. Очень приятно, что дети приехали. Жаль, что они купаются, я постоянно принимаю купание в рейсе. Ну, так вышло. Зато без святой воды бойцов не оставили. В актовом зале госпиталя священнослужитель провел обряд для пациентов и медперсонала. Христос, Пресвеча, здесь я буду с вами. Участие в службе приняли запорожские волонтеры и библиотекари. Они привезли в подарок военным целую коробку книг. Педагоги детской музыкальной школы устроили для воинов праздничный концерт. А вот воспитанники художественных школ привезли бойцам рисунки со смыслом. Я принесла рисунок, там, где украинские ангелы прилетели в Россию. А люди, которые против Путина, загадали у Деда Мороза, чтобы некоторые звезды были желто-синий. И ангелы удивились. А чтобы вся Россия была против Путина, они хотят разукрашивать все звезды тоже в желто-синий цвет. Школьники обещают проведывать бойцов не только в праздники. Врачи говорят, ребята и правда, здесь частые гости. В госпитале на лечении находятся 73 бойца. Многие из них не местные, добавляют медики. Но дети и волонтеры стараются сделать так, чтобы воины чувствовали себя в Запорожье как дома.